Ёпчаковой народ, с вами как всегда я, Рядовой Градус, и у меня сегодня к вам важные новости. В мире начали появляться новые паразиты, ранее никем не замечены. И моя цель отправиться сегодня на разведку и добыть их ДНК. Чтобы научиться превращаться, найти их сильные стороны, слабые, ну а также просто поразвлекаться и пострелять. Паразиты разных уровней теперь обитают в этом мире, и мне ничего не остаётся, кроме как сейчас отправиться и начать превращение в них. Ведь добыв ДНК, у меня будет возможность превращаться. Но поскольку я уже давно этим не занимался и немного не в форме, меня снарядили не самым сильным оружием, и я смогу пока что пойти в бой только на самых слабых. И я сейчас собираюсь сразу отправиться в зимний биом, и не просто так, потому что именно в зимнем биоме находится один из самых забавных новых паразитов. Которого я вам сейчас покажу, ведь я где-то уже видел здесь. Давайте долго держать интригу не будем, моя цель сейчас найти медведя, которого заразил Руптер. Ну а перед тем, как начнётся эта мясорубка с превращениями, я надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Ну, ещё можете видосом с друзьями поделиться. Ой, извините, я не вас стрелял. Так, и где же эти, опа, вот и медведи, нет, только не это. Хотя, хотя, почему бы и нет? Пускай он заразит парочку медведей, а я таким образом убью и получу ДНК уже заражённого. Что это там за эффекты? И почему он не нападает? С ним что-то не так? Что это они не нападают? Ладно, давайте с ними просто разберёмся. Иди-ка сюда, маленький паразит. Что, боишься меня, серьёзно? Обычно вы нападаете. Так, здесь явно что-то не так. Ё-моё, нет, всё-таки заражённый медведь здесь присутствует. И вы посмотрите на этого милуна. Да, мне всё-таки следовало сказать заранее, что слабонервным лучше отойти от экранов. Вот он, милый мишка, заражённый этим паразитом. Да, так, мне нужно будет его прибить. При том, что он меня заметил. Он же быстрый. Всё, начинаем. Начинаем утилизацию цели и её уничтожения. Хрупкий кусок и заражённая плоть выпали. Замечательно, сейчас мне нужно будет просто сбегать на базу. И можно превращаться в первого паразита. Скинем весь лишний ненужный хлам сюда. А также прокачаем нашу пушку. Оп, отлично, замечательно. С калашом будет намного всё проще. И теперь большинство целей для меня не опасность. Можно идти на более крупную добычу. Но самое крутое то, что я могу пользоваться оружием, будучи одним из этих паразитов. Кстати, про них. Хопа! Ха-ха! Я этот медведь! О, божечки, что только в его пасть не поместится. У него ещё мутировали руки. А у меня появился эффект зол улья. Я не совсем понимаю, что это значит. Но, будучи паразитом, явно ничего хорошего. Да и человеком тоже. Тут ещё кучу, очень много этих новых эволюционированных тварей. Поэтому мне уже не терпится их обнаружить и изучить. Ну, старых паразитов тоже никто не отменял. Кстати, про них. Эм, новые лошадки появились теперь здесь. Не очень радужная новость. Ведь теперь паразит эволюционировал и начал заражать даже их. Так, смотрите, и все мобы начнут заражаться. А, они меня даже не будут атаковать, пока я их не атакую первым. Ну, давайте посмотрим, на что способен этот медведь с атаки вручную. Давайте, давайте. Но, здоровья у него достаточно много, при том, что паразиты сильные. Они меня не пробивают. Хотя, да, у меня броня. Был бы я человеком, меня бы было легче прибить от мелких паразитов. От них бы тоже лучше избавиться. Пахнущий кусок? Это похоже на сердце паразита. Чё это такое? Чё с землёй происходит? Яка, ты недалеко не убежишь. Давайте и с тобой разберёмся. Голова лошади. Божечка, какая ты отвратительная. Ты далеко тоже не убежишь. Стоять! Возьму свою коллекцию превращений. Интересно будет посмотреть. Ну, чё тут смотреть? Давайте превращаться. Алли, опа! Смотрите, я теперь эта самая лошадь. Здоровья у неё поменьше. Да и не уверен, что она сильнее медведя в плане атаки. Кстати, у неё сломанная анимация. Кажется, она бегала намного лучше, пока я в неё не превратился. Вы посмотрите, какой я солдат. Раз, два, левой, правой, левой, правой. Точнее, двумя левыми, двумя правыми, двумя левыми, двумя правыми. Ай, не, ну лучше в родном теле всё-таки находиться. Так и поспокойнее. А то ещё случайно на меня бомбу какую-нибудь скинут от испуга. Так, ребята, немножко я побродил и деревню нашёл. Как насчёт небольшой передышки или перекуса. Хотя у меня с собой еды достаточно. В специальном инвентаре для этого отложенном. Жители вроде бы в безопасность. И никаких угроз здесь нет. Что такое? Чёртова трава, из-за неё я и не увидел его. Он медленный и глупый, а ещё стрёмный. Давайте посмотрим вблизи. Так, ладно, придётся с тобой разобраться. Подберём тебя и сразу превратимся. Хоп! На мне до сих пор есть броня. Только у меня голова немножко пляшет, а шлем стабильно стоит на месте. Да, на него можно спокойно надевать предметы. Хотя солдатский жилет не особо отображается. Шлем, наверное, тоже лучше уберу. Так, а ботиночки смотрятся на меня вполне. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Нормально! Вот именно под песню. Бегу по тропинке, с такой походкой я и хожу. Ха-ха-ха! Что у тебя с анимацией, чел? Когда ты бежишь назад, ты вроде бы нормальный, но как только вперёд. Ха-ха-ха! О, божечки! Хорошо, что тебя жизнь потрепала. О, ещё один. Минус один. Я вообще не понимаю, почему жители тревогу-то не бьют в такие ситуации. Давайте осмотрим деревню получше. На меня они тоже особо не реагируют. Здоровья, кстати, у меня намного меньше. Всего лишь 8 сердечек. Это скорее просто заражённые игроки. Точнее, что от них осталось. Ну, вы поняли. Давайте посмотрим, что находится в кузнице, и можно уже бежать дальше. Потому что где-то здесь должен быть биом паразитов. Если я не ошибаюсь, по крайней мере, мне так сообщили. А вы представляете, целый биом паразитов. Что это может означать? Это может означать только очень много приключений. Бегу по тропинке, в голове ля-ля-ля. Вижу тебя. А мы всё так же бежим по тропинке и находим, опа-на, болотом. Так, а на этом болоте у нас тут какие-то водятся интересные паучки. Давайте станем человеком, потому что интересно, конечно, бегать за него. Но броню бы я надел, да, и здоровья так побольше. А лучше вообще на разведку идти в образе мишки. Он вообще не выделяется и очень скрытный в болоте. Ну, вы сами это видите прекрасно. Да и улыбка у него замечательная. Никто не подумает, что мы очень подозрительны. Давайте лучше посмотрим, что в болоте происходит. И в болоте у нас... Ты чё такое? А ну-ка. Незавершённая форма? Это, видимо, слияние паразитов, которые слились, но недостаточно. И они не смогли эволюционировать. Ну, это просто по-другому не назовёшь. Он очень слабый, у него 5 здоровья. И тут таких много. Но если вас так много, почему вы не эволюционировали в более страшное существо? По типу этого. Ты ещё что за паучиха? А, ну овечек мы старых добрых узнаём. Так, давайте-ка мы, наверное, вот так вот аккуратненько сделаем. И пошло, пошло. О, божечки. У него какие-то эффекты пошли. Алиопа. И мы супер паучиха, но всего лишь шестью здоровьями. А из эффектов у тебя, наверное, ничего толком-то и нет. Ну, обычный, среднестатистический паразит, которому ещё стоит эволюционировать, эволюционировать и ещё раз эволюционировать. Думаю, у него будет ещё улучшенная форма. Потому что у многих паразитов есть третья форма или четвёртая. И у них обычно здоровья да побольше. Это легко определяется таким образом. А по стенам я, кстати, лазить умею, я же паук. Да, получается. Интересно, на паутину плести умеет? Ай, в принципе, не важно. Мне главное, что я теперь могу с помощью её гена ползать по стенам. Ну и таким образом преодолевать различные неприятные препятствия. Кстати, паразит в этом мире ещё не так сильно распространился. Потому что обычно они тут чуть ли не бывают не на каждом шагу. Ну и замечательно. Мне так спокойнее. Наверное, стоит вернуться на базу, потому что у меня новые ДНК есть. Как бы пушку почему бы не улучшить. Ну и скинуть лишний хлам. Прокачка оружия. Баньк. Ой, не так. Опа-на. Замечательно. Теперь можем выцеливать издалека. Бам-бам-бам. Ляпота. Замечательные новости. Впереди гараж, а рядом с ним ещё какие-то улучшенные паразиты. Такой, кажется, уже бывал. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Значит, он здесь ещё и не один. Лучше превратиться заранее. Не хочу от них убегать. И трястись, как ненормальный. Буду головой лошадью. Почему бы и нет? Всем привет. Здрасте. Здрасте. Д-д-д-д-дратути. Давайте подойдём поближе, посмотрим. Какие паразиты? Ну, вот этого паразита я знаю, этот был. Это не адаптированный какой-то. Да и этот вроде бы. Вот конкретно этих. Точнее, конкретно вот этого я не помню. У него появились какие-то щупальцы. Фу, отвратительный эффект, который заражает землю. Давайте избавимся от них и сможем превратиться. Потому что это уже паразиты третьего уровня. Пошёл, пошёл, пошёл. Ё-моё, 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 ё-моё. Сколько же у тебя хп? Я ещё та бестолочь, потому что не превратился всё-таки в медведь. У неё хотя бы здоровья побольше. Так, больше мы так не ошибёмся. Нам бы по-хорошему забраться наверх. Так, здесь мне поможет паучиха. Так, паучиха, давай наверх, чтобы нас с тобой не достали. И разберёмся с этими паразитами раз и навсегда. Пошёл, пошёл, давай. Не хочешь ко мне прийти? Там, кстати, мой трупик. Давайте подойдём, подберём как ДНК, так и добьём моё тело, которое вот должно теперь скитаться по миру. О, я могу теперь превратиться в самом... А, ну да, я шумок. Из них начал выпадать новый лут. О, прикольно. А где все остальные? Они что, разбежались от выстрелов? Но то, что внутри зомби, мы это прекрасно знаем. Да они нам толком и не интересны. Ладно, превратимся в нового паразита. Его было трудно убить, и теперь неудивительно почему. У него 4-5 полосок здоровья, почти 5. Да, это уже более грозный противник с более большим запасом здоровья. Да, и урон у него, наверное, нехилый. Опа. Ну, с одного удара мы бы убиваем. Хотя, что уж тут удивляться. Он меня-то просто затоптал. А я ещё в броне был. Но передвигаться по лесам за него немножко неудобно. Да, в принципе, чего уж тут переживать. Когда ты такой гигант, ты, по сути, и деревья сломать можешь своим одним щупальцем. Так, шестерёнки, парах, редстоун и механические детали. В общем, ничего полезного. Там уже скоро-то и ночь наступит. Но ничего, нам ещё предстоит найти самых крупных паразитов. А именно боссов 5 уровня. Мне известно, что появился как минимум один. Возможно, даже больше. Поэтому сегодня у нас будет финальная битва. Довольно-таки непростая. Надеюсь, вы меня поддержите. Пожелайте мне удачи, а также терпения. О, болото. Ой, какое болото? Джунгли. Интересно, там попугаи заражаются сейчас или нет? Вот этого паразита я точно не помню. Будучи паразитом в воде, не очень круто, да? Уже темнеет. О, божечки, а вы ещё что такое? Тоже незавершённая форма, только побольше. Тоже будет на финальной стадии. Один выстрел, и всё, он погиб. Серьёзно? Да, это бред какой-то. Их тут таких много. А то, что за летуны были. Давайте избавим эти края от этих существ. Надо бы забраться наверх. И поможет мне в этом, конечно же, паучиха арахнида. Погнали. Давайте осмотримся, где... Ага, поехали. Что ты из себя вообще представляешь, мутатень? Душа его упала. Прям как кирпич. Давайте добьём второго. Они упали где-то в воду. Давайте спускаемся быстренько к ним. А нет, даже ближе. Там всего какая-то деталь выпала. Хочу посмотреть, хочу посмотреть, хочу посмотреть. Формованный сегмент. Что ж из вас всего... Ого, божечки, какие-то ещё здесь есть. Что ж из вас всего можно сделать? А как оно такое-то, интересно? Бомбардировщик. По идее, должен что-то скидывать опасно. Ух, ёппер, САТ, вы! Ты как так мутировал? Откуда у тебя динамит-то? Лёгкий бомбардировщик. Нифига он нелёгкий. Так, бомбардировщик фига. Вы же понимаете, насколько этот моп опасный? Если я захочу построить базу, и тут нагрянет такой бомбардировщик, никакие стены меня не спасут. Да что уж там просто стены? Меня и крыша толком не спасёт. Это тогда будет застраивать постройку обсидианом. Ё-моё. Да, день живи век, учись. С каждым днём эти паразиты реально всё хуже и хуже. Надеюсь, зомби не будут меня атаковать. Я же монстр, да? Ах, ночью же они вообще будут усиленно спауниться. Придётся бежать в укрытие. Или мы ничего не боимся, мы гордая паучиха. И поэтому мы идём только вперёд. Так, когда же... Я уже найду финального босса. Новые усиленные паразиты четвёртого ранга. Выглядят они по крайней мере так. Это паучиха? То есть, подождите, я маленькая паучиха. Да, как я и говорил, есть усиленная. Интересно, сколько у неё здоровья? Давайте отойдём, потому что здоровья у меня конкретно очень мало. Тут сразу две особи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жирная, жирная, жирная. Так, убил. У неё совсем немало здоровья. В чём её особенность? А, она ядовитая, в отличие от этой. Ну и долго мне ещё так вот бегать? Ладно, давайте превратимся, может эффект сопротивления будет. Так, здоровья у нас побольше. Почти три полоски. Так или иначе. А ну-ка, давайте попробуем атаковать моба. Да, зря я надеялся его не убить. Давайте попробуем паучиху атаковать, хотя бы просто обычным ударом. Если я ядовит, то у неё походу сопротивление яду. О, я её просто рукой застукал. На ком я могу проверить, могу ли я вас заражать или нет? Как сложно быть сильным мобом. Эх, ладненько, долго это, конечно, всё проверять. Я засмотрелся на этого моба прелестного. Ты у нас кто такой? Давайте подойдём к нему поближе. Интересно, сколько у него здоровья. И ты летаешь или ходишь, я не понимаю? Он спустился, он сейчас не сможет к нам залезть. Давайте сверху так. Па-па-па-па-па-па-па-па-пау. Ну, кстати, здоровья немного у него. Это Мститель, оказывается. Здоровья немного, как я и говорил. Даже меньше, чем у паучихи. Кстати, у него анимация очень прикольная. Да, выживать в мире паразитов не самое приятное, конечно, что есть в Майнкрафте. Но зато как проработано. Ну что ж, ребят, настало время финального босса. И я смогу использовать эти превращения. Да что уж там. Давайте будем честны. Мне хватит одного превращения в какого-нибудь супер-мишку, который сожрёт огромного гиганта. Да? В этом образе и буду сражаться с боссом. Ой, тебя контузили. Чё? Это чё за тень сейчас было? Чё? Чего? Я превратился в непонятно что. Кто сейчас прибил? И у меня 3, 4, 5, 6, 7 с половиной здоровья. Я нашёл полицейский участок. Я 3 блока высотой. А что я? Я телепортируюсь? Я эндермен! Я... Походу в моде ещё не проработали эндермена, у них нет текстурки. И поэтому я его просто прибил. И я могу телепортироваться. Это намного ускорит мои поиски мега-босса. Кстати, про босса. Именно вот так вот он и выглядит. Он великолепен. Вы посмотрите на эти щупальцы, на это всё. Он просто огромный олень, дух леса и так далее, и так далее. У таких обычно здоровья очень много мне нужно перезарядиться. Он стреляет какой-то жижей. А у меня здоровья немного. Я забыл превратиться в медведя. Я забыл превратиться в медведя, у которого много здоровья. Превращаемся в мишку, но здоровья у меня уже мало. Мы будем воевать дистанционно. Прям как учёба на карантине. Ты как? Он же промахнулся. Или эти пули, они возвращаются? Он их что, контролирует? То есть, смотрите, пуля полетит. Да как? Он же мимо. Сколько мне ещё в тебя стрелять-то? Да, ну вы видели, это читерство какое-то. Сколько мне тебя ещё гасить? Давайте второй заход. Щупальца сила. Сила мишки-милуна, который вас затискает до смерти. Кстати, стреляю я-то изо рта. У меня тоже свои суперспособности. Мне кажется, наш бой уже затянулся, потому что у меня скоро закончатся патроны. Поэтому я собираюсь его закусать до смерти. Мне главное до него добраться. Давайте в бой! На, на. О, древний владыка, так у него ещё. Я сбил ему только треть хп за всё время. Обосраться можно. Чего? Сколько? Это всё из меня? Ребята, в моде слишком много новых крутых обновлений, что я с ними даже справиться не смогу. Дайте мне силу и терпение. Как оказалось, ребята, моё технологическое оружие здесь бессильно. Его нужно быстрее бить, пока он не отхилился. Его можно убивать только тем оружием, из которого он сам состоит, по сути. Так, моё терпение закончилось. Я просто сбегал и обновил себе пушку. Теперь, дружище, долго не проживёшь. Получай. Ну, боже, наконец-то мне удалось это говно убить. Только с помощью БФГК пушки. Ну, давайте мы превратимся в него. Уже ночь, уже два дня прошло, как я с ним дерусь. Да, реально босс, прям босс-босс. Да, здоровья у него, конечно, много, да и сам он большой, но не настолько, чтобы его убивать два дня. Каким образом он так хилился и игнорировал мои патроны? Это что, недоработка мода? Знаете, ребят, слишком много усилий было потрачено на этого босса. Слишком. Походу, мы достигли финальной формы нового босса. Да, есть, конечно, старые два, но они не настолько большие, не настолько сильные, потому что убивал я их за секунд 10. А этого, конечно, я так минут 20-30 долбил. Это пока я ещё не улучшал своё оружие. Мою голову вы вряд ли здесь увидите. Поэтому под этим ночным небом прощаюсь с вами. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, играть с модом на паразитов. Всем удачи, всем пока!